Прокуратура, убийство ведь? Я уже доложил прокурору, и он поручил приступить к расследованию убийства Крупанина по камне. Я считаю, что Крупанин связан с деньгами, которые были обнаружены у Губанова. Уж очень он похож на человека, который по описанию Ракова оставил чемоданчик в камере хранения. Это мы легко установим завтра же. Сегодня. Да. Покажем фотографию Ракову. И еще одна деталь, которая объясняет странное поведение того человека. Он даже не обратил внимания на окрики Ракова. И Вестогузов показывает, что знакомый Губанова очень громко разговаривал, как будто он глухой. А Крупанин глухой, с детства. И это не все. Он работает... Работал? Да, работал. На овощной базе. Вот завтра утром, сегодня утром, ты, Алик, и займешься этим. Думаю, что между этой базой, Алабышлыком и Светогорском, существует какая-то связь. Во всяком случае, теперь понятно, почему Губанов согласился ввести деньги даже без вознаграждения. Да. Ну, хотя вознаграждение какое-то ему обещали. Ну, там, в размере полутора-двух тысяч. Именно этих денег ему не хватало, чтобы купить библиотеку. Оказалось, что это цена его жизни. В эту историю плохо вписывается один человек, Саманишвили. Почему? Он родом из Албашлыка. Ага. А ты что молчишь? По-моему, мы должны искать человека, который оставил тебе записку в квартире Губанова. Получается, что он знал о готовившемся убийстве и даже предупреждал нас. Не нас, а меня. А я не воспользовался. Шеф от генерала еще не возвращался? Не возвращался. Не. Получен телекс из Светогорска. Эксперты обнаружили в большой партии готовой продукции недовложение чеснока и перца. В каждой банке, в каждом тюбике. Арестован завскладом и начальник цеха. Похоже, что комбинация Албашлык-Светогорский комбинат нами угадана верно. Те деньги Губанов вез начальнику цеха из завскладом. Одному за то, что он будто бы получал продукты, а другому за недовклад специй в готовую продукцию. Ну, а какова роль Крупанина в этом деле? Не знаю, Саша. Я думал, что база, на которой он работал, имеет какое-то отношение к этому. Ревизия показала, что нет. Фотографии Крупанина есть? Да. В три часа придет Раков, надо показать для опознания. И с собой возьму, в Светогорск. Я пошел готовить документы. Иди. Кутаистские товарищи прислали нам характеристику на Саманишвилле. Инициативный, хороший работник. Правда, вспыльчив, горячий. Ну, вот видишь. Ну, а ты что, не вспыльчив? А у Саманишвили была сестра. Погибла с мужем в катастрофе. И он двухлетнего ребенка взял на воспитание. Как с этим быть? Ну, и что? Что это доказывает? Ну, он сам воспитывает ребенка. Трогательно до слез. Перестань, Саша. Ты бываешь циничным. Разве легко воспитывать ребенка, когда в доме нет женщины? Не женат, что ли? Не женат, что ли? Не женат?